здравствуйте дорогие друзья давно я не показывала за кулиси свое но вот одна из моих подписчиц коллегам коллекционер пеларгони прямо очень просила меня рассказать мои впечатления про вот этот вот зонартик морлинз ой не морлинз фантазия флёр я вообще и пока ничего не могу рассказать про этот зонартик потому что появился он у меня вообще недавно два с половиной месяца назад он появился у меня мне его подарила наталья ипполитова у нее канал на ю тубе пеларгония кубани вот летом я привезла от нее хороший черенок единственное что я пересадила свой грунт да это вот я сделала поменяла и объем на чуток совсем может быть на 100 грамм увеличила на 100 150 грамм он был в стаканчике чуть поменьше цветоносы я удаляла ей потому что ну маленький черенок на цветение я думаю я еще на любуюсь мне хотелось кустик и нарастить растет единственно что она медленно посмотрите за два с половиной месяца вот такое растение у меня выросла всего-навсего объем горшка пол литра небольшой объем для зонартика вообще маленький я не знаю когда наталья укореняла его но даже если предположить что в начале года вы читаете но такое уже должен быть стартер полугодовалый да точно если не больше месяцев 8 мне кажется ему по факту живет он в таком маленьком горшочки растет медленно но неплохо я вам скажу видите у него просыпаются почки у меня очень много солнца даже сейчас сейчас очень хорошая благоприятная погода для пробуждения почек температура благоволит перепады хорошие ночные дневные и вот такое вот солнышко у меня и свежий воздух поэтому после того как я поменяла грунт я ждала пока растение освоит этот грунт этот объем горшка и давайте посмотрим что сейчас можно с ним сделать мне кажется она уже готова к перевалке давайте посмотрим что у него здесь внутри в горшке какие корни вот такие корни мне кажется очень даже неплохие белые активно растущие правда поэтому мне кажется можно его перевалить ком держит оформленный ком ком горшка полностью да то есть не рассыпается но вот чуть-чуть вот здесь вот еще может быть не оформился но остальное все нормально поэтому что я буду делать я его методом перевалки без разрушения корневого кома буду увеличивать объем вот в два раза больше этот объем это я не только готовила фантазия флёр подписала видите это объем горшка у меня один литр то есть в два раза в белый горшочек в пол литровый объем а это будет литровый просто досыплю земле и будет нормально так 2 2 давайте сюда поставлю пока вот так вот покажу вам казанартик тоже от натальи и болитовые морлендс д то же самое я с ним сделала поменяла грунт на свой у меня торф торф профи микс раньше классмана пользовалась сейчас профи микс вот он как растет неплохо тоже растет он кустится сверху нам мы видим и вот он снизу и даже вот здесь вот что-то еще у него пробуждается они у меня стоят прямо на солнышке я специально выставила чтобы просыпались почки давайте посмотрим что у этого тоже я вам скажу очень даже и неплохо видите какие корни хорошие корни тоже уже полностью освоил этот объем этот горшок он не рассыпается плотный ком с белыми активно растущими корнями потому что у него растут вот эти вот все побеги я его тоже самое буду увеличивать в два раза это пол литровый а этот литровый в этот горшок надо пересаживать значит я приготовила торф здесь профи микс и единственная добавка которую я сюда добавляю это серамис глина эти камешки коричневые все больше ничего не добавляю сейчас придет зима поэтому утяжелять какими-то другими добавками я не хочу покажу перевалку я смотрите просто переваливаю потому что смысла требушить вот это я не вижу корни белые молодые они заполнят это пространство я думаю очень быстро когда много цвета и прохладно вот эти вот за нартики очень хорошо растут прямо любят они прохладную температуру жару растут плохо а прохладу очень даже хорошо но я их ничем не проливаю какими-то супер фосфатными удобрениями я не пользуюсь у меня корни вот говорят там для корней нужно монокалий фосфат или там супер фосфатного удобрения нет я вот этим удобрением у меня его даже и нет наличие я не пользуюсь они у меня медленно растут то есть если вот смотрите вам нужен быстрый рост вам в помощь тепличники они вам все расскажут чем поливать чем проливать как стимулировать чем удобрять чтобы получить быстрый результат со мной вы быстрых результатов никогда не получите у меня медленно растут пеларгония может быть по этим и объясняется то что у меня маленькие объемы до компактные кустики и потому что они у меня медленно растут знаете быстро я вас не точно совершенно не научу выращивать вот что получилось в итоге у меня вот такая фантазия флёр то же самое сейчас сделаю сморлинз дин даже ей тут ничего требушить не буду что корни у нее молодые там беленькие хорошие просто взяла вот так вот и переварила ничего такого особенного показываю перевалку мне когда тут однажды написали на ютубе а чего вы дескать не показали как вы пересаживаете прям найти так наехали конкретно люди я думаю ну уж все уж переваливать такого хитрого вот я взяла и просто насыпала земли в горшок ничего такого особенного поэтому на всякий случай чтобы не было таких вот наездов на меня показываю вам как я это делаю если кто-то не умеет это делать все добавила просто грунта вот такие растения у меня получились теперь будем их дальше растить ровно три месяца назад у меня появилась это растение за это время я успела перевалить его в горшок побольше в один литр и и у меня стало хорошо пуститься я хочу ему отрезать все-таки сверху черенок может быть поактивнее вот эти вот нижние будут почки просыпаться отрезать я ему хочу вот этот вот длинный черенок так вот этот вот который выторчивает вот он давайте попробую сейчас прицелиться получается без штатива не очень получается ну вот как то так вот здесь потому что видите вот там вот еще один отросточек растет который я хотела бы оставить а я отрежу вот вот в этом месте все вот здесь я отрезала потому что здесь видите уже начался рост почки здесь еще одна вообще я думала совсем коротко под пень обрезать чтобы вот эти вот не хочется чтобы он стал снизу густиться и кочкой роз но вот сейчас вот я все-таки облегчила макушечку может быть проснуться посмотрю так а это очень хороший будет черенок который я посажу такой вот нижние листья оборву вот эти вот все и посажу в